Всем привет. Современный водитель довольно часто сталкивается с произволом на дороге. Как со стороны других водителей, так и со стороны сотрудников ГИБДД. И позаботиться о своей безопасности всегда поможет видеорегистратор. Но и этого бывает недостаточно. Лишние штрафы за скорость тоже не нужны, согласитесь. Поэтому сегодня в этом выпуске рассмотрим самые популярные комбо-устройства, которые продаются и покупаются на Яндекс Маркете и других маркетплейсах. А если этот выпуск вам понравится и наберет много лайков и просмотров, то в следующем выпуске я сделаю конкурс на самое крутое комбо-устройство и подарю его вам. Обещаю. Итак, погнали. Комбо-устройства все больше и больше завоевывают рынок и их покупают все больше и больше. Это и не удивительно, ведь эти устройства совмещают в себе сразу два устройства, необходимых водителю. Записывают происходящее на дорогах и предупреждают о камерах на пути, позволяя избежать получения штрафов. При этом они занимают меньше места, чем если бы вы устанавливали два отдельных устройства. А это значит, что ветровое стекло не будет загармождено и у вас будет хороший обзор. Чтобы понять реальный покупательский рейтинг устройств, я воспользуюсь сервисом Яндекс Маркет Аналитика. В этом сервисе предоставлены актуальные данные обо всех интернет-продажах, и у меня есть доступ к сегменту видеорегистраторов. В Яндекс Аналитике выбираем периоды с 1 января 2021 года по настоящее время. И конечно же выставим фильтр на видеорегистраторы с радар-детектором. И на первом месте у нас RoadGit X8 Hybrid GT. Это и не удивительно, ведь помимо того, что X8 четко снимает дорожную обстановку за счет светочувствительного сенсора Sony в формате Full HD, X8 еще имеет систему помощи водителю ADAS. ADAS это как жена на пассажирском сидении. Напомнит, что пора ехать, если вы задумались на светофоре или в пробке. И предупредит уставшего водителя при смене полосы или сокращении дистанции. Считаю, что это очень полезная функция. Ну и само собой, комбо-устройство не имеет ложных срабатываний за счет сигнатурного модуля. Так что RoadGit X8 Hybrid GT не будет отвлекать водителя без повода. На втором месте расположился RoadGit Premier Super HD. И от X8 этот гибрид отличается лишь повышенным разрешением картинки и наличием CPL-фильтра, который устраняет блики в солнечную погоду и в ночное время. И у этого гибрида немного больше дисплей и вместо аккумуляторов здесь используются суперконденсаторы, которые более термостойкие. И соответственно, у этого устройства цена выше других его собратьев. Остальные пять мест занимают Inspector Baracuda, Inspector Merlin S, Silverstone F1 Hybrid S Bot, Neoline XCOP и Inspector MAPS. Эти комбо-устройства очень схожи между собой и все имеют качество съемки Full HD. Причины меньшей популярности могут быть разные. Ну, например, у более бюджетных гибридов, таких как Inspector и Neoline нет модуля Wi-Fi и используется сенсор с низкой светочувствительностью. А это сказывается на ночной съемке. Это лишь мое предположение, но факт остается фактом. И мы видим, за какие модели покупатель голосует рублем. Яндекс.Аналитика предоставляет данные по всем онлайн-продажам. Но интересно посмотреть статистику в отдельных популярных маркетплейсах. Через этот сервис статистики MoneyPlace можно заглянуть в топ-продаж на Озоне. Давайте выберем, к примеру, лето 2021 года. Здесь в лидерах Daokam Combo. Судя по отзывам и обзорам, этот гибрид показывает наибольшую дистанцию детекции тренок и радаров. Также заявляется, что этот гибрид и ночью хорошо снимает, как днем. Имеет угол обзора в 170 градусов и CPL-фильтр от бликов. На втором месте уже известный нам RoadGit X8 Hybrid GT. На третьем месте бюджетный гибрид Artway MD-105 и на четвертом месте RoadGit Premier. Частично данные двух систем совпадают, но на Озоне самым популярным оказался Daokam Combo. И в тройке лидеров оказался Artway MD-105, но я думаю, благодаря лишь цене. Друзья, этим выпуском я постарался выяснить для вас, какие комбо-устройства самые популярные среди водителей в России. Надеюсь, я вам в этом помог. И вы теперь будете знать, какое комбо-устройство выбрать, чтобы защититься от штрафов и автоподстав. И не забывайте, что если этот выпуск наберет много лайков и просмотров, я подарю одному из вас топовое комбо-устройство в следующем выпуске. Так что пишите, кому какое комбо-устройство больше всего понравилось. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить этот новый выпуск. А на этом у меня все. Всем удачи и добра. Пока.